Звезды для звезд с Дарьей Высоцкой Всем доброго времени суток, меня зовут Дарья Высоцкая, я занимаюсь китайской метафизикой Бадзе, Фэншу и Цемейн Донзя Сегодня мы встречаемся с самым титулованным бизнес-тренером Российской Федерации, самым известным тренером по лидерству Радиславом Гондопасом Это наша вторая встреча Рада вас приветствовать, в прошлый раз мы встречались с углом погнанного петуха, сейчас правят энергией года земляной собаки, более дружелюбной энергией, год не конфликтный, менее конфликтный В связи с чем мой первый вопрос, поскольку вы очень часто путешествуете, в принципе вы очень такой мобильный человек, и на это указывает элемент воды в карте, и сфера деятельности связана с элементом воды и с перемещениями А приходилось ли вам когда-либо встречать Китайский Новый Год? Да, Китайский Новый Год мы встретили с женой вдвоем в Таиланде В этом году? Нет, мы не ждали этого, не планировали, но так оказалось, что мы приехали, и в день нашего приезда был Китайский Новый Год, и в отеле было празднование, я всего лишь забронировал столик на берегу, нам сказали, ну мы приехали в отель, и нам говорят, сегодня значит на берегу накрываются столики, там пати, все дела, столиков осталось 6, если будете бронировать, бронировки сейчас может не остаться Я сразу забронировал столик, сказал, прикольно, у нас будет такое welcome party, мы поужинаем сегодня с тобой на берегу моря Да, класс, хорошо, приходим вечером, а там бах, фейерверки, всякие петарды, драконы Традиционно Но я специально эту дату не планировал, не помню, мне кажется, что в Гонконге я тоже оказался на Китайский Новый Год, там тоже было что-то невозможное вообще, феерическое, да, ну я не сказал бы, что я встречал много, я просто на него попал Но вопрос такой, энергии Нового Года, они меняются в феврале, 5-го февраля, то есть китайцы отмечают по лунному, но исходя из китайской астрологии, солнечного календаря, мы анализируем события, то, что происходит энергиями Есть ли такой момент, что вы заметили что-то после 5-го февраля или с начала февраля? Не думаю, если вы специально, если вы специально, если я оточился на том, что произошло у меня после 5-го февраля, несомненно, я бы это заметил Ну и сейчас открою календарь, полистаю, посмотрю, ну прям, что бы у меня так бросилось в глаза, что бах, какое-то изменение, нет, пожалуй, что нет В первой части интервью мы с вами говорили о духе наслаждения, это божество Бадзи, в карте Бадзи, которая у вас присутствует в часе, часовом столпе Вас столп Дзиачен, Деревянный дракон, я хотела процитировать ваши строки из книги Камасутра для оратора Для меня важно другое удовольствие, мы так много в жизни делаем ради удовольствия, мы за него платим, мы ради него многим жертвуем Почему бы не позволить себе получать удовольствие и от выступлений перед публикой? Статуя из книги Камасутра для оратора Вы все стремитесь делать в жизни с удовольствием? Да, несомненно Есть ощущение, что очень все происходит много у вас в жизни? Есть ощущение, это не всегда довольно часто видимость Но прямо скажем, когда я сравниваю свою жизнь и обстоятельства моей жизни с обстоятельствами жизни других людей Могу сказать, что мне приходит вновь одна фраза, что я легко отделался Легко отделался И что касается удовольствия, у меня тоже есть такая присказка, когда мне предлагают поучаствовать в каком-нибудь мероприятии Или сделать что-нибудь, что поспособствовало бы моему продвижению или что-то еще И я вижу, что удовольствия не будет от этого Я получу просто деньги или просто, ну не знаю, просто... Галочку Галочку просто какие-нибудь там, какое-то расширение базы данных Я всегда отвечаю Я много в жизни делал вещей, которые мне было неприятно для того, чтобы сейчас не делать ничего, что мне не доставляло бы удовольствия Поэтому все, что мне не доставляет удовольствия, я либо диригирую, либо отвергаю То, в чем, например, мне поучаствовать удовольствия мне не доставит, диригировать это невозможно Таким образом это попадает в категорию автоматически отвергаемых Неудовольствия Неудовольствия И могу сказать, что это своего рода жизненная концепция, жизненный принцип Если делаешь, делай с удовольствием Если что не доставляет удовольствия, просто не делай это Даже если это там что-то сулит Я всегда считаю, что заработать можно только той работой, которая доставляет удовольствие Сегодня я слушал интервью Игоря Манна Он рассказал о том, как он читает книги И он ответил, что книги он читает ради трех вещей Первое, ради того, чтобы больше заработать, используя эти данные Для того, чтобы наполнить контентом свои слайды И для того, чтобы расширить кругозор А удовольствие? Я читаю книги в первую очередь, чтобы получить удовольствие Ну получается, для чего? А удовольствие ни во что в список И у меня прям это вызвало протест Я слушал его интервью в подкасте Дело было в фитнес-клубе Я просто одевался после тренировки И я вдруг услышал, и он прям замер А как же удовольствие? Это прям вызвало протест Я к тому, что удовольствие действительно является для меня важным Потому что это противоречит вашей концепции карты Вашей датинферной концепции жизни Что в карте Бадзилла идут наслаждения проявления То есть это удовольствие Это еще один из признаков удовольствия Вот он говорил в прошлый раз Ах, вот его что-то ожидали Да И в карте Циньей Дунзя Если мы просмотрим Ну это другая китайская металлическая практика Тоже можно по ней посмотреть У вас там есть указание на то, что вы все должны делать с радостью, с удовольствием Вы по-другому не можете То есть Человек с этим родился, пришел Значит так там и быть И вопрос еще один Как часто ли приходилось делать что-то совсем-совсем такое без удовольствия и добиваться чего-то очень тяжелое? Были ли такие моменты? Общение с которыми мне не доставляло удовольствия и то, как я проводил время занимаясь, тоже не доставляло удовольствия, но там была возможность очень быстро поднять денег, как говорили тогда в 90-е, 2000-е и ни один из этих бизнес-проектов не был реализован, а бизнес-проект, который я начинал еще мальчишкой первый, самый первый, я его делал с такой радостью, с таким упоением, с таким наслаждением 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 Я работал по 12 часов без устали, я горел этим проектом, хотел бесконечно его расширять, мне очень нравился круг общения, который расформировался благодаря этому бизнесу, он существует до сих пор, представляете? Вот я приезжал в родной город и увидел рекламу, этот проект существует и даже существуют его клоны, возникли конкуренты, которые скопировали модель и даже клоны до сих пор существуют, они оказались, отпочковались как бы и работают Двадцать шесть лет, двадцать шесть лет назад начался этот проект То есть настолько вы зарядили энергией? То ли зарядили энергией, не знаю в чем тут дело, но видимо были сделаны какие-то в основе этого бизнеса лежат какие-то правильные вещи Я уверен, что уже и людей тех нет, которые были у основания, может быть тут один-два остались, там наверняка уже новая команда совершенно, но бизнес существует до сих пор, представляете? Потому что он был сделан с радостью, вдохновением и удовольствием Хорошо Я когда вижу людей, которые рассказывают о своем бизнесе С мукой на лице Да, есть с удовольствием, есть с мукой Я знаю, что если с радостью, с удовольствием, то долгожительство тоже обеспечено Кстати, вот интересная вещь, долгожительство связано с энергией удовольствия, да? То есть оно связано Ну это не у всех, мы говорим, да? А не у всех, я подумал, что если да, то тогда можно поискать причину долгожительства в том, что человек живет с удовольствием в жизни Ведь удивительная вещь, есть люди, которые и курят, и выпивают, делают это с радостью и удовольствием, и живут долго Поразительная вещь Вот встретились Ширвин и Поздер интервью, обоим по 84 года Это долгожители, по нынешним временам это долгожители, причем они в уме, они здоровы в целом, они работают оба интенсивно Один курит трубку, выпивает и далее, другой занимается ежедневно спортом, поддерживает физическую форму, и оба, но оба живут в удовольствии Одному спорту доставляет удовольствие, другому трубку курить Вот у Познера то же самое, что у вас точно такое же было послаждение Да что вы? Поэтому готовьтесь много жить В вашей карте три янских столпа и один иньский Ин-ян, что такое может быть? Ну, примерно, вы представляете Ян это открытое, активное, мужское начало, направленное вовне Ян это день, это белый цвет Инь это женское Лунное, ночное, чувственное Больше в себя направленное Влажное Да Что там еще? Экскурсия гладкая Интроверты Да, то есть это больше вовнутрь В себя Ну, то есть, когда преобладает ян У меня три янских, одно инское Да, когда преобладает ян Во-первых, это ярко вырывное мужское начало Это первое Второе Это то, что человек больше будет направлен все равно вовне То есть это экстраверт Тоже, к счастью У меня такой вопрос Считаете ли вы себя больше экстравертом или интровертом? Я считаю себя интровертом Интровертом Да Ну, мне так Казалось, какие-то тесты показывали вроде бы, что я интроверт Но я умею, я склонен и умею переходить, менять интроверсию на экстраверсию Могу становиться экстравертом на время Но мне интроверт, быть интровертом Тут тоже такое дело У меня работа связана с тем, что через меня проходят сотни тысяч людей Не исключено, что для меня уединение становится просто роскошью Которую я начинаю ценить, чем дальше, тем больше И поэтому, когда я в минуту уединения чувствую себя комфортно Возможно, я принимаю это за интроверсию Может быть, ошибочно, не знаю Нужно тестировать глобально Не могу, ну, нет, четкого Я прекрасно себя чувствую, что в большом скоплении народу Мне всегда сказали, что я рациональный интроверт Вот я бы хотела так дополнить Наверное, это самоуглубленный экстраверт Потому что в карте парадоксальная ситуация Для Янских, один иньский А сам элемент личности – вода Иньский? Янская вода, но все равно это вода То есть вода – это больше, ну, вот, лучше Больше себя Поэтому, какой вы вне просто публики и вне работы То есть вы можете больше уходить в себя И правильно понимать Да? Больше интроверта Да, для меня лучшее времяпрепровождение Уединение, но не на весь день Не навсегда Уединение, но не навсегда Но побыть час-полтора – это просто гигиеническая необходимость Побыть одному И восполнить энергию Вашей дате рождения рейтмотивом проходит нить того, что вы должны зарабатывать Уже в этом, по-моему, пояснило немножко Отдыхая Зарабатывать, отдыхая, да Там есть такие протащины, протаотдыха Вашей дате рождения То есть это работа с удовольствием Опять-таки делать что-то с удовольствием Или, скажем так, доставляя радость, позитивные эмоции другим людям Развлекая по-другому Это происходит То есть это так Да Пусть работает Развлечение Есть такое термин Лет 30-35 ему Educating От смешения слов Education и Entertainment Образовательное Развлечение Обувлечение Обучение через развлечение Но не через развлечение Это тоже, это было бы неверно понято Как некоторые люди понимают таким образом Что давайте песни споем И станем более мотивированы Или более обучены Развлечение как элемент Который позволяет человеку Сохранить высокую концентрацию Высокую энергетику За счет этого Более глубоко понять материал Расслаб Сегодня я вез дочку в школу И увидел, что детское радио Например, использует тоже Очень хороший прием Ведь, можно сказать На зарядку становись Луки шире, ноги бросить Это, ну, мало кто будет этим увлеченно заниматься А они делают иначе Там однажды Соловей-разбойник Встретил Соловей-разбойник Вышел на дорогу Забрался на глубокое дерево И стал готовиться Свистеть громко И он стал разрабатывать легкие И громко Вдыхать глубоко Все вдыхаем Глубоко вдыхаем Носом вдыхаем Выдыхаем ртом Значит, простейшая Вдыхательная гимнастика И вдруг Навстречу ему едет Илья Муровец Илья Муровец взял Свой меч И стал его вращать Под головой Значит, берем правой рукой Руку левую в пояс Как Илья Муровец Мечом назад Машем-машем Значит, теперь правую руку Левой рукой Машем-машем Теперь берем два меча И машем вперед Назад Понятно? То есть, вот такая вот вещь А потом сел Илья Муровец А потом Соловей-разбойник Бросил в него Камень Так, берем две руки Поднимаем над головой Размахиваемся И бросаем камень Берем еще Наклоняемся Берем еще камень И бросаем камень И вот дети делают И наклоны И назад отклонились Максимально, да? И делают Руку руками И дети Выпадают Гимнастику Захваченные идеи Они слушают Сказку Хохочут Бросают камни А Илья Муровец Что? Он схвачил на коня Так, ну-ка Все представили Что сеть на коня Ноги поставили широко Чтоб сесть седло Значит, вот Взялся за узцы И это прям сказка разворачивается И люди делают Люди Дети в данном случае Делают С радостью Гимнастику Тренин Та же история Я говорю Вы индейцы Собрались у костра Так Все покинули вигвамы Собрались у костра Так Сейчас мозговой штурм Племя стоит перед сложным выбором Вам нужно решить Каким образом Так, так, так И компания вдруг получает Полгоговорит Принятие стратегических решений Расслаблено А можно было сказать Итак, значит Дорогие участники тренинга Запишите, пожалуйста Алгоритм Донятия Значит, стратегических решений Первый Значит, первый пункт Люди Дети Так Представьте Что это Боевая раскраска Сегодня ночью Вам нужно будет Выйти На тропу войны Вы должны понять Выбирайте себе Вожака По каким принципам Лидерство Значит К функции лидера В чем функции Вожака Племени И мы эти штуки Навсегда Впечатываются В память Возрослые тоже хотят Вожак Племени Для чего Для чего Вы выбрали его Давайте Раз, два, три Возговой штурм Накидайте А сейчас разберем Функции лидера В команде Понимаете Это развлечение Это удовольствие Для всех Но удовольствие Не ради удовольствия Удовольствие Ради усвоения Информации Информации Для усвоения Оно прожигает Фильтры Восприятия И сразу Помещается В ядро знаний И позволяет Его использовать Сразу У нас очень много Настойцы знаний На оболочке География В школе изучают На оболочке Оно не внутри Вы не чувствуете этого Вы не можете В этом жить Как шкипер На лодке Знаете Он плывет У меня сейчас Подари мне сертификат На день рождения На обучение Управлению Паросным судном Я с ужасом думаю Что я вот Как-нибудь Я окажусь Единственным Компетентным человеком На паросном судне А все остальные Пассажиры Беспечные И на мне будет ответственность И мне нужны И в точке А В точку Б А по морю Сноют корабли Какие-то еще лодки Мне нужно Пришвартоваться куда-то Нужно знать язык На котором То есть все Это один человек На нем такая ответственность Но когда я смотрю На шкипера Мы участвуем В гонках Яхтах Немножко знаю Я смотрю Он не думает Каждый раз Не вспоминает А где находятся Там Болярские острова Оно у него внутри Оно где-то там В ядре его знаний Он плывет На этой лодке Не как человек А как часть этой лодки То есть вот Это его Не знаю Это навык Он не думает Ни секунды Когда я встаю К штурвалу Порулить Леша Леха плывет Там справа плывет Кто кого пропускает Там же никак На дороге Он говорит Да не парься Не та скорость Нормально разойдетесь То есть Ни тени нет А я Мы сближаемся Скорость 7 узлов Катастрофическая скорость Что делать Понимаете Точно так же Тренинг Он позволяет Сразу Как-то Пам И туда Опустить информацию Уже ядро Совершенно Когда человек Не вспоминает Что там в конспекте Какие там 7 пунктов А он Идеец Он снова Идеец Вспоминает Даже не вспоминает А он сразу Раз и действует Вот чего Мы пытаемся добиться Потому что это В более Наверное Необычном формате Знания Ложат В другую Игра Игра Мы Человек Играющий Человек создан Играющий Человек 80% информации О мире Усваивает В первые 5 лет жизни Игра Ну Нет другого Способа Его в 5 лет Никто не сажает В лекционный зал И никто не предлагает Ему читать книги С ним играют И он в игре Познает мир Он пробует Тестирует Метафорическая игра Ему объясняет Как что устроено Как что почему Потом форматы меняются Но когда мы человек Возвращаем снова в игру Снова в этот До речевой период Или ранний речевой период Ему становится Легче усвоить Сложные вещи Которые словами Трудно описать Да Вот такие Есть вещи Которые Вербализовать Практически невозможно Навык публичной речи Да Сколько они рассказывают Людям надо составить То 5-е 10-е Выпрямиться Посмотреть в зал Когда реально человек Выходит на свой Ничего-то он не помнит Он не помнит У него просто Нервяк Вытесняет Все эти скрипты Но если мы дадим ему Почувствовать себя В своей дарелке На тренинге В ситуации Публичного ступения Игровой Симуляционной Если он почувствует себя В своей дарелке Он легко перенесет На практику Он на себя наденет Пам Нормал какой-то там вирус Нормал какой-то там вирус Простыл Надо на сцену Как можно скорее Я на сцену выйду К вечеру буду здоров Или во всяком случае Я буду в тонусе Я буду чувствовать себя лучше У меня даже было такое Я травмировал коленный сустав Настолько сильно Что я не мог притворяться Даже Я ходил Прихрамывая И вот я Выходил на сцену Хромая Просто боль была такая Что не возможно Я глотал Месился Дела Но тем не менее Выходил на сцену И вдруг Через какое-то время Понимал, что я не хромаю И потом я говорил Так, перерыв 15 минут Спускался из-за сцены И вдруг опять раз Начал преподать на ногу То есть А при этом мобилизуется Мобилизуется настолько Что он выжигает все Я есть не хочу Я очень часто В день тренинга Не ем вообще Или не ем в сутки Или только ужиную Например Разгрузка В этом Да Нет необходимости в пище Нет Ни желания есть Ни стремления Ни есть энергии Хоть отбавляй Подпитка Ну не знаю Как работают механизмы Но тем не менее Это можно назвать Словом волнения Можно назвать Словом мобилизации По сути Мы ни в одном случае Не покривим душой По сути Это одно и то же Просто дело другое Что волнение У некоторых людей Которые не управляют ситуацией Не уверены в себе У них волнение Волнение маскирует страх На самом деле Они хотели бы избежать Этого выступления Или этого полета Или этого разговора Трудного Да Или этого свидания Например Им настолько Им страшно Они волнуются Но есть другое волнение Волнение предвкушения Когда вы учитесь Управлять самолетом Например Ну легкомоторная авиация Все дела И вы прямо сейчас Взлетите и полетите И вы немного волнуетесь Да Это мобилизация Концентрация Вы встречаетесь С возлюбленной И вы трепещете В ожидании встречи Потому что вы любите И хотите с ней встретиться Когда вам скажут Ну так может быть домой тогда Раз ты так волнуешься Вы с ума сошли что ли Нет конечно Я пойду с ней встречаться Когда вы любите выступать Публично У вас это получается Это часть вашей профессии Волнение присутствует Но это волнение Позволяет собраться Сконцентрироваться И даже выдавать Поднять креативность Иногда во время выступления Я говорю те вещи Которые приходят прямо в процессе Когда это в потоке В реализации Да И потом их очень сложно Восстановить в памяти К сожалению Хоть записывать за собой То есть это приятное волнение Как Волнение Волнение бывает приятным Само по себе Волнение неприятное Но Важно Это волнение Как бы усилиться Когда вы увидите на сцену Или наоборот отпустит Если вы выступать не умеете Оно усилится И парализует А если Умеете То оно отпустит И возникнет Возвращение полета Драйва Энергии Высок Не всегда Бывают случаи Что не возникает Но редко Хотела бы вернуться К теме О папе Что раз мы говорили Здесь немножечко Хотела бы коснуться Его профессии Если не секрет С чем была связана Деятельность Поскольку Он представлен Сильным элементом огня Тем взаимоотношениям Мы коснулись Первой части Сейчас не о взаимоотношениях Ваших А именно О профессии Я бы хотела Летчик-истребитель Реактивная авиация Огонь Вооруженные силы Огонь Ну огонь Естественно Из этого Из сопла Огонь Стреляет Огонь У вас дома Отца Огненная мышца То есть Это огонь Ну папа Чистый Огненный конь Конечно Несомненно Скачущий По небу И газ 23 марта В Москве Состоится ваш тренинг Харизма Лидера Имидж и мистика Психологии и власти Да Харизма лидера Имидж и мистика Психологии и власти Наверное Книгу о харизме Мог написать Харизматичный человек Не знаю Книгу о любви Пишут одинокие В китайской астрологии Просто есть такой Ну там есть термин Определенный демон Он называется Звезда Демон Дух Его можно высчитать Под дать рождение Увидеть в карте Он называется Демоном красной красоты Или демоном иллюзии Этот демон Традиционно считается Неблагоприятным В вашей карте Он есть Причем Когда он в карте Присутствует Стандартно Он указывает На самообман На словность к иллюзиям То есть Негативный фактор Но в вашей карте Поскольку он представлен Самым полезным И самым благоприятным Элементом Причем на высоченной Фазице На высокой фазице Наделяет совершенно Другими свойствами То есть Вы можете видеть То, чего не видят Другие люди Это первое Второе Часто такие люди Способны делать так Чтобы окружающие люди Им верили Очень часто Он присутствует В картах у людей Публичных Способных овладевать Большим массам людей У хороших ораторов У сильных ораторов У хороших ораторов Политиков У Грин Монрога Был То есть Люди Которые способны Своим демонам Подчаровывать Создавать некую иллюзию Нравится Причем Много людей Можно Вопрос Было ли ощущение Ну не знаю С какого возраста Что вы можете Как-то воздействовать На Большие потоки людей Ну это ощущение Появилось Может быть лет Пять назад Что Эта способность Есть Ощущение Некой силы Ощущение силы И Пришло оно Через эксперименты Потому что Всегда Оказалось Что Отношение Аудитории Нужно заслужить Что нужно Выдать какую-то пользу Или хотя бы Проанонсировать Какую-то пользу Которую аудитория Получит Но потом Когда пришла Уверенность В публичных выступлениях Я стал Экспериментировать Предлагая аудитории Сделать вещи Которые Ну в принципе Я никак не объяснял И люди Вставали и делали И у меня даже Начало тренингов Сейчас парадоксальное Довольно часто Рекомендуют При выступлениях На большей аудитории Или При проведении тренингов Семинаров Мастер-классов В начале Сделать Подготавливающие Некие мероприятия Которые занимают Полчаса Час И постепенно Раскачать аудиторию До готовности Вовлекаться действием То есть Поначалу нужно Добиться вовлечения Эмоционального Чтобы люди Там насмешить Люди Ха-ха-ха Посмеялись Потом Как-то загрузить Проблематикой Чтобы люди Да-да-да Как-то Действительно Потом Нужно Предложить Кивнуть Поднять руку А поднимите руку Те из вас Кто И люди Как бы Поднимают И только Уже на высшей Фазе Вовлеченности Повернулись Друг к другу И так далее У меня есть тренинг Алсит Алгоритмы успеха Когда я выхожу на сцену И говорю Там А слабо встать И люди встают 700 Там 900 человек Встают тут же Ну не слабо встать Там по-другому Я говорю Готовы к тренингу Готовы Я говорю А на что вы готовы Готовы это слова А на действия Вы готовы Люди такие Готовы Я говорю Проверим Проверим Готовы ли вы встать То есть Проходит меньше минуты У меня 700 человек стоят Дальше начинаю Там остаются Два-три человека сидеть Я начинаю Выносить мозг То что они стали сидеть Объясняю им Принципы успеха Жизненного И всем остальным тоже А потом Люди садятся И их снова встать Потом еще раз садятся Снова встать У меня 4 раза встают Вот встают 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 Ну и там есть Определенная Конечно метафора Как в деле успеха Нельзя одним действием Ожидать сразу Получения результата Нужно пытаться Повторять Снова-снова Да И как говорят Самый большой соблазн Остановиться возникает В 5% от финиша В 5% расстояния от финиша То есть от успеха Очень многие сдаются Ну короче говоря Я действительно убедился Что такая способность Влиять на аудиторию У вас есть На действия Да Сподвигать на действия Она есть Мне почему-то оказалось Что это не моя индивидуальная черта Что просто Когда у человека Есть определенная уверенность Не знал Буду знать и использовать Вы себя считаете харизматичным? А трудный вопрос Дело в том, что в моем Даже тренинге по харизме Сказано, что человек Не может себя оценивать Как харизматичный Потому что харизма Есть не свойство личности А эффект производимый Производимый личностью В людях Да, поэтому Говорить о собственном О собственной Талантливости О собственной харизматичности О собственной Привлекательности Это странно Потому что можно сказать О внешности У меня вот такой нос Такие глаза Такие уши Вот такая форма лица Вот такой рост Это объективные данные А нравлюсь или не нравлюсь Это субъективные Кому-то нравлюсь Кому-то не нравлюсь Для кого-то харизматичен Для кого-то нет Для кого-то может смешон Поэтому Не знаю Мне кажется Что потенциал для этого есть Но Вполне допускаю Что Далеко не для всех Это моя концепция Харизматичности Понятно, что у вас Другая И в вашей парадигме Харизматичность Это некая Некая данность Личности От которой Ему никуда не деться Но С другой стороны Согласитесь Что то О чем мы говорим Это потенциал Он может быть Не раскрыт Не использован Человек может пойти Работать Курьером И куда денется Его харизма Вряд ли Мы поработали курьером Вот Другой вопрос Вряд ли Хотя Землекопом Работал С большим удовольствием Ну это было же В юности Да В юности И Скорее не для заработка Потому что Семья у меня была Довольно обеспеченная Для свободы Для свободы Для того Чтобы смыться из дома Чтобы иметь Возможность С друзьями На месяц На два На три Уехать Я уже был Не в пионерском возрасте Пионерский лагерь А пионерский лагерь Тоже не свобода Там забор Все такое Миллион ограничений Да И есть нужно по часам То что дают Там тихий час Тебе 12 лет Какой тихий час Ты не спишь Уже лет 7 Какого послеобеденного сна Те заставляют лечь В койку Ну какой-то абсурд А тут вдруг Сколько оно было 15 лет А летние каникулы Что к бабушке Да нет В пионерский лагерь Уже нельзя Уже поздно Что делать летом Просто шляться Вот так вот по двору На глазах у родителей Нет Надо уехать куда-нибудь И я Наверное это уже тогда Была тяга путешествий Ну да Была Элемент Была Ну путешествия Поставим Каждые 3-4 года Переезжали из гарнизона В гарнизон Из города В город По всей стране Мотаясь Уехали Заключил договор Или как это называлось В общем С археологическим музеем И меня взяли Землекопом Что-то интересное Было? А что интересное Культурный слой Когда начинается Там приходят люди С щеточками И нас выгоняют От той ловушки Копать где-нибудь В другом месте И все Мы снимаем верхний слой В котором ничего нет Как только мы натыкаемся На первые какие-нибудь черепки На первое что-то стоящее Тут же Ну-ка брысь 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 Отсюда Значит И приходят Приходят люди Со степенями С очками С щетками С маленькими Какими-то совочками Маленькими Пинцетиками Пинцетиками Скальпелями И начинают Все крупиночку За крупиночкой Вокруг каждого объекта Мы с нашими лопатами Штыковыми Конечно Можем вреда Нанести мировой культуре Больше чем Принести пользу И поэтому Нас перемещают Какой-то новый раскоп Снимать Снова Ну Иногда метр Мы уходили и глубже Там и два-два с половиной метра Раскопы были Когда Были древние периоды Какой-нибудь Естественно Я держал в руках Даже кое-какие находки Но их ценности Она же совершенно Непонятно Когда все это в глине Все это вот Потом Когда мы это увидим В музее Отмытым Склеенным Восстановленным Частично И с описанием Какой культуре Интернет Жит В чем редкость Вроде бы Мы откопали Одну штуковину Которая Ну Аналог Которая только в Лувре Только в одном Экземпляре Мы откопали Вторую Некий сосуд Для вина Древняя Трипольская культура Ну Короче говоря Емкости для вина Всегда самое ценное Что может быть Естественно Разбитая Потому что Целое Не выбрасывали А самое 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 ценное Что можно найти В поселении Это помойка На помойке Все главное Все самое ценное Ну Из домов Это Ценные уносили Забирали с собой Когда перемещались Люди А если Подвергалась Нападению Население То ценное Разграблялось То есть Его забирали А на помойке Валялись Разбитая Отколотая Состарившаяся А мы находим Нам самое оно То что нужно Ну короче говоря Такой был Опыт Я Один раз съездил Летом Поработал Время интересно Провел Закалился Денег заработал Нормальных Первых нормальных Денег Привез 15 лет Ну к тому времени Уже исполнилось 16 Привез домой Сумму Которую в руках До этого не держал Ну там Суммированный Суммированная Папина Мамина зарплата Наверное Нет Полторы Мамина Папа зарабатывал Больше И Это очень существенно Между прочим Подняло Мою Самооценку Уровень свободы Степень свободы У меня есть свои деньги Я могу Не спрашивать Разрешения И я это очень Хорошо запомнил У моего сына Например Свои деньги Есть уже Вот ему сейчас 15 16 исполнилось Свои деньги У него уже года 3 У него есть Банковский счет На котором есть деньги Которые он может Расходовать по своему усмотрению Не давая отчета Единственное что Снять их без меня Он не может Он не может взять И снять сразу все деньги Он Я могу ему Их обналичить Но когда он говорит Я хочу купить Я говорю Стоп Ты не обязан Говорить На какие наркотики Ты сверешь деньги Он когда шутит Он говорит Это для наркотиков Но не подумай Это не мне Друзья Корпоративная шутка Я считаю Что это очень важно Это степень свободы Он правда не заработал Тех денег Там заработана только часть И доверие 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 себе самому Очень важно для человека Я считаю Ощущение Я могу справиться С этой задачей Я например Абсолютно четко знаю Про себя Что я могу Заработать денег Что я и моя семья Не могут оказаться В ситуации Безвыходной В ситуации без денег Я могу заработать Быстро много Ну просто Это не обойдется Без жертв определенных Но И заработать Для меня Даже если будет нужно То мне будет по барабану Я буду получать удовольствие Или не буду Я заработаю Тем способом Это косые деньги У нас в карте Они очень сильные Косые деньги Это быстро и много Возможность быстро Заработать шарелых денег Быстро и много Да То есть это то Что стоит прямо перед вами Да Но вообще Я не ориентирован На такие способы заработка В основном То что я сейчас зарабатываю Но предсказуемо На месяцы и годы вперед Я понимаю Сколько мы можем заработать За год Говорю я Потому что я не один Как целая команда И я понимаю На что я могу рассчитывать Если кредитоваться Это в каком объеме На какие сроки С каким темпом погашения Все это предсказуемо Но кризис немножко подкосил Это дело в 14-м году Мы нырнули Но в целом Это понятно Косые деньги Значит тоже можно Ну ладно Хорошо Я учту Вы не работаете По найму на кого-то Не работаю никогда в жизни Это бизнес Это косые деньги Я 20 лет назад Ровно Принял решение И принес Торжественную клятву Своему себе Никогда На галеры Никогда Никогда Не за какие ковришки Мне поступали приглашения Предложения Приглашения Очень привлекательные И финансово привлекательные Статусно привлекательные Которые Скажем Я мог Пятикратно увеличить Свой доход При этом Двукратно снизив Степень своего напряжения Привлекательные Но я сказал Средно галеры Никогда Вы опережаете Следующий вопрос Про элемент власти Дело в том Что элемент власти У вас в карте Отсутствует Фактически Власть Это как раз таки Работа по найму И стремление Подчиняться Слушаться А командовать Повелевать Не совсем Власть она бывает разная Если я анализирую Вашу карту То скорее Вы человек Очень независимый Вам сложно Кому бы то не было Подчиняться То есть вы захотите Делать всегда Самостоятельно деньги А жене Легко подчиняюсь Между прочим Это интересная вещь Вы говорите Подчиняться Но это наверное Надо Она в карте проявлена Да Потому что Мне например Очень комфортно Предоставить жене Возможность Принять решение И просто сказать Ты скажи что делать Я все сделаю Ну просто Просто скажешь Чего ты хочешь И я сделаю И у меня не вызывает Это какого-то Знаете Как для некоторых мужчин Это вызывает Как так Женщина повелевает Ты подчиняешься Мне так легко Комфортно И я не вижу В этом никакого Я знаю Что у меня жена Хороший менеджер Она толковый руководитель И у нее есть Стратегическое мышление Если в этом Она меня превосходит То почему бы Не предоставить ей Безусловно Есть вопрос Который требует Ну какого-то обсуждения Например Нельзя так сделать Вот у нас будет Новый год Я сама составлю список Кого пригласить Тебе только нужно будет Обзвонить их всех Нет Это не годится Это нужно Придумать саму концепцию Празднования Определить список гостей А есть вещи В которых Можно не согласовывать Может один человек Вполне спокойно Принять решение А второму Предоставить возможность Выполнить то Что ему приятно И интересно Чтобы реализовать Эту статью Ну в карте супруга Проявлено И опять-таки Соответствует тому Что Есть Исходить Нам можно не разговаривать А просто заранее Опережая на шаг Рассказывая всю карту Как называется Карта Карта Падать рождение Ну видите как Совпадает То есть Вы же меня не подталкиваете К ответу Я сам говорю Тук бац А кажется Что это уже есть Еще один вопрос То есть Работы где-то Вот Не было такого Чтобы вы работали Где-то в корпорации Шесть лет Я работал в корпорации Два года я работал в школе На этом все закончилось Ну я служил в армии Я работал спасателем На водной станции Но там с высокой степенью Свободы Опять вода Да Я работал Лодка Опять вода Да У вас везде По судьбе С огромным удовольствием работал Зарабатывал мало Но зато работал на солнце После армии Лето после армии Просто Коротал время Перед первым сентября Когда вернулся снова Точнее первым октября Потому что первое сентября Все уехали на какую-то картошку На какую-то чепуху А мне после армии Было не положено ездить На эту практику Я работал спокойненько До окончания сезона На море Загорел Вот как ваше платье Был такого цвета Примерно А волосы были Не знаю Ну как снег Все выгорело Никаких там бейсболок Никто не носил В жизни Наплавался Нагребся Накачался Еще после армии Был хороший задел В общем я вернулся Первого октября Абсолютной звездой У нас там В университете Бледные очкарики Парни И тут приходит Из армии Загорелый Мачо Мачо да Я конечно там Одетый По По последней моде По последней моде Прямо скажем После армии Первое время Я еще Пижонил А потом я пошел В обратную Историю В антиэстетику Познакомился С другой компанией И мы там Культуру хиппи Возрождали Вы любите Красиво одеваться Скорее да Это дерево Дух наслаждения Скорее да Скорее люблю Это Лично для меня Это не только Эстетическое Но и психологическое Вещь Я совершенно четко Чувствую Как меняется Психологическое состояние В зависимости от того Вещь старая Новая Модная Немодная Сочетаемость вещей И если я знаю Что ой По какой-то причине Какая-то вещь В химчистке Хотел ее надеть А черт А я вот уже Составил себе план Я вечером знаю Что я надену Утром Я прям Заморачиваюсь Прямо Этим вопросом Что я надену Могу менять вещь Ну не крутиться у зеркала Часами конечно Но все-таки Для меня это важный элемент Просто взять Что попало С полки Натянуть на себя И пойти Это не моя история Дело другое Что я с большим трудом Расстаюсь с вещами Вот если вещь порвалась Мне с ней Легко расстаться А так трудно Если она еще годная К носке И она мне идет Но она уже Вытесняет Какие-то новые вещи Нужно Тоже важная тоже вещь Важная вещь Новая вещь Старые вещи Как будто Натапливают Историю Всех Ситуаций Которые Происходили Когда эта вещь Была на мне И прям Хочется от нее Избавиться Она чистая От купечения Как будто грязная Вот Прикасаться не хочется К вещи Очень трудно Расстаться Ну у меня есть коробочка Я сложу Отдаю И же организации Которые дальше Распределяют людям Кому это нужнее Но в целом Конечно сложно Это прям Это мой тренинг Вам копить нельзя Собирать вещи Лучше избавляться Избавляться Я прям почувствовал В этом году И прям как программу Такую Я прям стал Избавляться От вещей Которые Старательно У меня гардероб Разросся Потому что Специально не хожу Никогда ничего покупать Но если мы за границей С женой Входим И она точно так же Случайно шел И что-то увидел Ну вот мы шли И увидели в витрине Вошли Ой вот это Вот это Вот это Вот это У нас был случай Мы вошли в магазин В Мюнхене Мы там были вообще Ни по шопингу Ни по каким делам Мы приехали Ну на осмотр К одному специалисту Медицинскому показаться И просто зашли в магазин И мы купили 28 вещей Это посчитал по чеку 28 предметов Мы настолько редко покупаем Что-либо Настолько редко обновляем гардероб Что если мы зашли Нужно и это И это нужно И это нужно И это нужно Это не понесло Это просто Вещи которые действительно Не хватало В частности Вот этот вот Пулловер Он куплен Именно в Мюнхене В тот момент Когда 28 вещей покупалось Эти туфли тоже В одном Просто в одном магазине Одного бренда И мы не ходили Не бегали Из одного места в другое Был один продавец Была девочка из Украины Русскоязычная Это нам принесло Гору всего Мы даже не смогли Все это утащить Нам это в гостиницу Просто принес курьер Чемодан купили Новый ради этого Редко но метко Редко но метко А разрастается гардероб Нужно избавляться Но знаете Это детство Когда в детстве Вещи были дефицитом Вещи могли кончиться Понимаете Вещь могла Эти туфли сносил Новых нет Чтобы купить новые туфли Такого же уровня Это нужно ждать Где-то достаточно Аказии Или что кто-то приедет Из командировки В Чехословакию И привезет Там немецкие туфли Саламандра Например Поэтому эти туфли Зашивали Ремонтировали Носили Джинсы протерлись Лопнули на попе Сейчас Ну какие проблемы Вышел Квартал прошел И купил Там в интернете Заказал Если знаешь свой размер В любой торговый центр Пришел Миллион джинсов Иди купи Пойди купи джинсы В те времена Если они лопнули Что носить Да И там костюм один А носить А бывало так Что отцовские туфли Сын подрастал Размер подходит И по очереди Носили туфли Я это застал И это не только В бедных семьях У нас была Семья приличная Обеспеченная Ну по тем временам Сейчас мы конечно Посмеялись Но тем не менее Вещи могли Их хранили Вещь не могла Быть просто Отдано С какой-то Стать Поэтому Это память От которой Очень трудно Избавиться Сейчас вещь кончится Сейчас сносить Вещь невозможно Висят костюмы Я не понимаю Как костюм Можно сносить Их у меня С десяток Но я костюм Надеваю раз в неделю В основном Это на сцену Очень редко Надеваю костюм В быту Но вот висит Он и висит Ничего с ним не делается У меня был там Пиджак Который я в Лондоне Купил 10 лет назад Я его носил Очень интенсивно Он как был Новый Так и есть Ну как избавиться От вещи В таких условиях Надо учиться Тренироваться Не знаю Психотерапевты Чтоб гнушили что-то В обеспеченных странах Приезжаешь в Европу В Англию И так далее Страны Которых не помнят голода Что у них в ресторанах Человек поел Половину оставил У нас хоть кто-нибудь Оставляет в ресторане еду У нас люди Даже Подъезжая на Бентли И ренджроверах Они съедают С тарелки Все что им принесли Почистую Даже если не голодны Вы не были в Китае Наверное или были Вы не видели как китайцы Тоже едет все Китайцы все обязательно Подъедят Все будет чистая тарелка Ходим ему батут И Потому что они помнят голод Об этом или нет У нас допустим Как приветствия Или за рубежом Везде Как у тебя дела У нас Как дела Спрашиваю А в Китае Первый вопрос Если это утром Вопрос Завтракал ли ты Правда Как у тебя дела Действительно Потому что они помнят Очень голод В обед Я иностранка Меня всегда Приветствуют Ты кушала Ты обедала Это вместо Как у тебя дела Это не предложение Перекусить Это просто спросить Если обедала Значит дела нормальные Если в 4 часа дня Человек уже пообедал Значит он не нуждается И каждый считает Нужно сказать А вот я покушала А ты покушала Интересно И говоришь Нет я собираюсь Ой ты поздно кушаешь То есть они комментируют Что-то ты еще не пообедала Действительно Они очень помнят это И у них так же Чтобы кто-то что-то оставил В этом причина Мы помним голод В нашей генетической памяти Голод есть То есть через одно поколение От нас Люди еще умирали от голода То есть это могло быть Причиной смерти И в моем еще поколении Могли кончиться Вещи носимые Обувь Одежда Могла кончиться Ее могло не стать И сейчас я Сам себя за язык хватаю Маша Зачем ты это надела Вот туда Ты же можешь испортить куртку Что я морочу Голосу Маша 7 лет Куртка стоит 2-3 тысячи Там 4 тысячи рублей В тех магазинах В которых мы покупаем Детские вещи Это вообще не проблема Я за обед больше плачу В ресторане Пусть она ее порвет В клочья У нее еще не одна есть Да она из них вырастает Быстрее чем снашивает И я вдруг понимаю Что я произношу фразу Которую я слышал От мамы Бабушки Ты испортишь эту вещь Может быть Имеет смысл В дорогу не надевать Хорошее Надень что-нибудь Там попроще Там более старое Потом Ты чего вообще Ты о чем говоришь Если я сейчас Ну если я буду жить 200 лет И мне скажут Что я больше в жизни Не куплю ни одной вещи Теми вещами Что у меня есть И обойдусь Мне на 200 лет Хватит обуви и одежды Она Ну то есть Мне будет что носить С лихвой Там Четыре пуховика Ну что с этим пуховиком Может сделаться Если ты с ним Не полезешь в нем В огонь Ничего У меня встречный вопрос Дефицит Продуктов питания Да Предыдущее поколение Сейчас Наших родителей Одежды Дефицит чего В наше время Дефицит общения Я считаю Что дефицит общения Что все в телефон Совершенно верно Телефон Стал этим Красным демоном Чудовищным Который К сожалению Оттягивает внимание И мешает концентрации Сегодня У нас с женой Был очень важный разговор Мы ехали в машине Сюда вдвоем Очень важный разговор И в это время Зазвонил телефон И я нажал кнопку Принять вызов Ну в машине Прямо кнопка Там Нажал кнопку Принять вызов И тут я понимаю Что я же вижу Кто звонит И я понимаю Это не важно Но телефон важнее человека Я мог нажать другую кнопку Сброс Точно так же Рефлекторно Потом просто перезвонить Когда мы договорим Но я посреди Важнейшего разговора Чтобы сбил с мысли Сбил с потока разговора Чтобы принять Я телефон предпочел Не сам телефон Не эту коробочку металлическую А у нас возникает ощущение Что мы из телефона Можем получить Что-то более важное Чем из живого общения Более ценного Помню сейчас Мы прилетели в Индонезию Бали Или как Бали говорят на английский манер Но я считаю Что по-русски Бали Последний слог Ударения И они сами Балицы говорят Бали А англичане говорят Бали Потому что их слог Задимится Третьего от конца Не в этом суть А мы едем Слоны и обезьяны Необычные И я поворачиваюсь Чтобы сыну Я вижу Сыну что-то сказать И вижу Что он сидит Так в телефоне Я говорю Чего фонарел Мы в Индонезии Мы едем Сюда люди Со всего мира Едут Это остров сказка Бали Ты сидишь в телефоне Мы проезжаем Вот слон Слон Обезьяна Это как бы Обычная практика Этих мест Что стоит прям Слон что-то жует На дороге И вот мы прилетели Из заснеженной Москвы И ты сидишь Я ловлю на этом Сегодня утром Я проснулся На полчаса Раньше будильника Проснулся Ну то есть У меня был план На утро Я проснулся Вдруг И я не понимаю Что мне делать То есть Ну как мне это Использовать полчаса Если одеться Выйти с собаками Прогуляться То я уже не успеваю Потому что мне нужно Вот в это время быть Для того чтобы там Ребенка отвезти в школу Жену разбудить Там детей младших В детский сад И так далее Вот такой А собакой гулять В промежутке между должен И там полчаса А сейчас мне не полчаса Я сказал телефон Я открыл телефон Твиттер Значит Ватсап Что там Какие сообщения Вчера Ты что творишь Рассвет Зима Последние зимние деньки У меня под окнами Лежит снег У меня живописнейший поселок Встает солнце Ты куда полез Зачем Я Да Я открыл У меня дверь Прямо на улице Есть два выхода Из дома Я открыл дверь Прямо вышел босиком На снег Умылся снегом Снег то кончится Когда еще снег будет Вот пух Верхний слой Наста А под ним Снежный пух Я умылся снегом Постоял босиком На снегу Подышал Холодным утренним воздухом Десять минут Ну сколько меня хватило Пока ноги не закочнели Вошел в дом После этого я подумал Ну вот здесь Я бы сейчас убил Десять минут Просто ковыряясь В твиттере Сёрфил бы что-то Без какой бы то То есть в мозгах Ничего бы не осталось Как говорят Знаете Входишь в социальные сети Для того чтобы получить удовольствие А когда выходишь из них впечатление Что по тебе проскакало стадо свиней Так и происходит зачастую Я ничего не узнал принципиально нового Если в мире пришло что-то важное Мне об этом скажут Я об этом узнаю Оно не пройдет мимо меня Куда я полез Чего я ищу Чего я жду Я получил удовольствие Я пять минут просидел в телефоне Ровно пять минут Причем там незаметно Время бежит незаметно Конечно предательски И десять минут провел на воздухе Качество этих вещей Невозможно измерить Я думаю что наше поколение Оно должно У нас на роду написано У нас такая кармическая задача Что ли Научиться превозмогать Да Владеть собой Превозмогать тягу К устройствам Которые по итогу Просто ну как бы Пожирают время Дело другое У меня иногда дочь говорит Папа Отлипни от телефона Оно повторяет мои слова Когда говорит Дочь отлипни от телефона Я говорю Доченька А я читаю книгу Вот сейчас Мы с тобой оба Мы с тобой оба Смотрим в экран Но с той разницей Что ты убиваешь время А я его выигрываю Я читаю в телефоне книгу Ну планшет далеко Например Бумажную книгу Ну просто не всегда удобно Мне электронный удобно Я выделяю участки И бросаю в нужные разделы Там в дропбоксе И так далее То есть я с текстом работаю В электронном виде мне удобней За планшетом не хочу идти Потому что у меня всего 10 минут Но я открываю книгу На том месте я остановился Сейчас синхронизируется Я сейчас читаю книгу Я сейчас работаю Или вчера я с телефона читал сказку детям Ну дети у меня 25 кругов Слышали одни и те же сказки Поскольку разница у них небольшая В возрасте Они слышат одни и те же сказки Которые слышали со старшими Они потом слышат свой адрес И я ищу всякие там приложения Где новые сказки Открыл приложения Где сказки Которых я никогда в жизни не видел Не читал И они тоже не видели Не читали Я сижу в телефоне Но на самом деле Я ищу детям сказки Это другое времяпрепровождения С телефоном Правда? Я не убиваю время В самолетах дико неприятно И грустно Когда идешь по салону Вот так вот Допустим Длинный перелет 5-6 часов Хочется размяться Встать Я встаю и хожу Взад-вперед по проходу И я вижу Что большинство людей Просто тупо сидят С какими-то шариками Квадратиками Просто какими-то там Что-то Они просто несколько часов В своей жизни Просто убивают Убивают Книг почти нет в руках Книг почти нет В лучшем случае кино На iPad может быть нет? На iPad'ах Читают Ну теоретически да Но 1-2 1-2 Или iPad'ы Или ридеры Вот эти Читалки Кто-то работает В ноутбуках Кстати бизнес-класс В основном работает И читает Интересно Очень интересное наблюдение Конечно Бывают исключения И можно и пьяных людей Видеть в бизнес-классе И играющих в телефон И так далее Но если соотносить Допустим На 100 человек В бизнес-классе И на 100 человек В эконом-классе Мы увидим Что в эконом-классе 80% играют Играют или спят Играют или спят Они просто убивают Это время Для них Тремя перелета Непродуктивно Они стремятся Его каким-то образом Убить Часть людей Занимается детьми Потому что Невозможно Играть или читать Когда ребенок На руках И так далее Очень небольшой процент В бизнес-классе Очень много людей В процентном отношении Кто открывает ноутбук И готовит презентацию Графики Отчеты Кто работает с бумагами Читает книги И так далее Не хочу обелять бизнес-классы Сейчас возносить И так далее Но мне кажется Есть определенная зависимость Между отношением К времени И успехом жизни А успешность жизни Это бизнес-класс Результирующий эффект Ни цель Ни смысл Понятно Что там есть часть чиновники Коррупционеры Летят в бизнес-классе Оборзевшие Есть часть людей Обще странных Офицеры Или священники В бизнес-классе Меня поражают То есть священники Видимо за деньги Которые они получили В качестве подаяния От несчастных бабушек Мелочь Покупают бизнес-класс на себя И семью летят на отдых Я видел семью С тремя или четырьмя детьми Семья священника В бизнес-классе В довольно дорогом направлении Летела Офицеры МЧС Тоже удивительно Неужели Министерство обороны Оплачивает бизнес-класс майором Это для меня дико Мне кажется майор Это не тот уровень Но генерал Я еще понять могу Но майор в бизнес-классе Диковато Но в основном Конечно летят люди бизнеса Люди, которые заработали сами Либо люди бизнеса Либо шоу-бизнес Летят артисты У которых по райдеру Положен бизнес-класс А тем тоже успешны То есть они Достигли успеха В своей профессии На таком уровне При котором Они в райдер пишут бизнес-класс И приглашающая сторона С радостью оплачивает Эти издержки Какая-то связь есть Отношение к времени И успешности Нам в этом смысле Немножко проще в Китае Потому что у нас Заблокированы инстаграмы Твиттер Я знаю Я в Китай приезжал Я не мог войти в соцсети Только внутренние Свои китайские сети И что-то работает Что-то одно Какое-то В твиттер Или что-то Не помню Что-то одно Есть какой-то доступ В международное Или нет Нет Ну вроде бы Россия Тоже готовит Отключение Ну есть местные аналоги Есть внутренние свои аналоги Как в Северной Корее Для иностранцев Это не очень интересно Ну я понимаю Да То есть мы в этом смысле Изолированы И можем более эффективно Распределять время Не залипаем Ну есть свои плюсы И свои минусы Да Но в принципе Игру с шариками Можно скачать Даже в Китае Я помню Девушка летела со мной Сзади меня Летела Она проиграла в шарики Пять с половиной часов Пока мы летели Игра в шарики Я знаю Я знаю это потому Что она не выключила звук У нее было Шарики падали И там издавался какой-то звук Я надел наушники С чем-то То ли работал Слушал Когда я снимал Наушники И говорит Пик-пик-пик Пять с половиной часов А потом Когда мы идем на посадку Она начала краситься 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 Вот мы приземлились Все Она готова была выйти Из самолета Пять с половиной часов жизни У вас в карте Рядом стоят полярные элементы Вода и огонь Вообще Это указывает на то Что вас в жизни Могут интересовать Полярные Какие-то виды деятельности Интересы Они могут быть абсолютно разными Да Это есть Абсолютно разные Противоположные Я бы сказал Противоположные Да Выступать перед публикой И писать книги Трудно найти более противоположные Виды деятельности Они требуют совершенно разного темперамента Совершенно разного Темпа По ритмам мыслей Совершенно разного Типа деятельности И так далее Например Кухня Вы любите готовить? Я люблю Нет Я люблю Есть совершенно Противоположные вещи Вот Сейчас я на строгой Веганской Например Ну не то чтобы диете Просто на месяц Такой Ретрит своеобразный Строгая Веганская Пост Да Пост Но в еще более Усугубленном виде И отлично себя чувствую Но при этом Я отлично Нет Это Отдельный вопрос Сейчас Можно вернуться Я Но при этом Я отлично себя чувствую На Пикнике Там Со стейками Шашлыками Пиво Водка Вино Газировка И так далее Прекрасно себя чувствую И органично Я могу Я знаю Что есть люди Я вот Жирное Не люблю А я люблю И жирное И люблю Есть Не знаю Каши на воде С конопляным маслом Заедая С сельдереем С удовольствием И это мне нравится Это мне нравится Для меня это не воздержание Для меня это не испытание Для меня это не ограничение Вовсе То есть нет страдания Я люблю противоположные вещи Очень трудный вопрос Что ты Что ты хочешь Выпить Например Что ты будешь А что есть Все есть Коньяк Водка Вино Пиво Вода Я так Черт Какой сложный вопрос Лучше мне сказать Что-то одно Я могу и то и другое Есть люди Которые пьют только одно Или там это Или это А я могу все Или воду Или просто воду И чайку Есть такое Да Действительно Есть такое наблюдение Я замечал Что вы любите из музыки Я очень люблю хэви метал С женским вокалом Но при этом Я очень люблю Например Музыку 17 века Тоже Геометрально Противоположные вещи В моем айфоне Вы увидите В iTunes Музыку самых разных Стилей и жанров Я скачал Модель Токинг Недавно Например И при этом Группу Арон Мэйден Тот же самый момент Когда-то это был Метал Рок Ну Арон Мэйден Был очень тяжелый рок Для своего времени Сейчас появились И потяжелее Варианты А модель Токинг Попса-попси Ничего Ну не знаю Ласковый май Своего рода И там Мне удовольствие Доставляет И там В карте нет Элемента металла Сильного Металл для вас Есть ресурсы И религия Вы верующие? Ну Во-первых Сам вопрос Довольно интимный Во-вторых Если на него отвечать Я бы сказал Что я склоняюсь К агностицизму Я Это был Долгий Извидистый путь Но я сам С собой Примирился На компромиссе Непознаваемости Этого явления И В общем Не придерживаюсь Четкой Концепции Во всяком случае Уже И пока Поэтому Для меня Это вопрос Открытый Как для всякого Агностика И я готов Принять Любое Любое развитие Мысли В этом направлении В церковь не ходите? Бывает Бывает В церковь хожу Детей кричу На всякий случай Я же гностик Кто знает Но не догматик Не догматик Не Не маньяк Не Не сектант Я не стану Ни с кем Биться По этим вопросам Я готов Дискутировать Я готов Обсуждать Я за огромным Интересом Отношусь К этой теме Я читал Библию целиком Ветхий завет Раза три Новый завет Раз семь И читал Ибхагавадгиту И читал Я много читал Духовных текстов Разных направлений Я не отвергаю И не отрицаю Я не атеист Но я и не То есть я вот Пока В лезвии бритвы балансирую А чудеса у вас случаются? Чудеса В том-то и дело Что у меня случаются чудеса В том-то и дело Что временами Происходят вещи Которому нет Никакого разумного Рационального объяснения Мне понравился вопрос Моего научного руководителя Который я Я навсегда запомнил И он мне Он мне в такой формулировке Он мне очень подходит Она сказала Вы верите в нечто? В нечто? Да Не верите в Бога Потому что Когда ты говоришь Веришь в Бога Давайте говоримся Что такое Бог Да Давайте определяться С понятием Потому что Вопрос Верите ли вы в Бога Это вот такой Диапазон ответов Да или нет А если да То что значит Верит ли в Бога буддист? Нет Буддист не верит в Бога Является ли буддист Легивозным человеком? Является Да Но понимаете Когда мы говорим Веришь в Бога Мы имеем в виду Является ли религиозным? Но буддист не верит в Бога Нет Бога в буддиста Да Но он верит А у евреев Нет загробного мира Нет такого явления Там жизнь после жизни Но верят ли они? Являются ли религиозными? Верят ли они в Бога? Да Они верят в Бога Но слово Бог произносить нельзя Поэтому нельзя спросить Нельзя в евреи Него сказать Я верю в Бога Потому что слово Бог Нельзя произносить Понимаете Это такая Что это значит? Что значит этот вопрос? А вопрос Веришь ли ты в нечто? Он очень точен Как ни странно И в нечто я верю В нечто необъяснимое В нечто необъяснимое И я с этим нечто соприкасаюсь Я его чувствую Я совершенно отчетливо вижу Что есть определенные закономерности В этом непознаваемом мире И как они работают Вообще непонятно Непостижимо И я знаю Что есть у молитвы сила Ну Назовите это молитвой Назовите это обращением К этому нечто При котором вы очень сконцентрированно Четко Формулируете Своё желание Намерение Или запрос на помощь Как запрос на содействие Запрос на покровительство Запрос на Патронат У вас нет этих сил У вас нет ресурса И вы запрашиваете дополнительный ресурс Для того чтобы это было Возможно И он Совершенно необъяснимым образом Появляется То есть не просто происходит Некое самоуспокоение Дескать я передал А это происходит Это магия Повседневного Обращения К ресурсам Вне тебя Вне Вне физических объектов Осязаемых И на которых мы можем Воздействовать совершенно Рационально И понятным образом Есть тем не менее Возможность Привлекать ресурсы Из неведомого Это Я в этом убедился Неоднократно убеждался Эта механика работает Меня это поражает Но повторю Физику этого явления Я пока не постигаю Ваше столкновение В карте Бадзи Вашей карте рождения Удзи или крысы и лошадь Огонь и вода Указует на то Что вы можете быть гневливым В некоторых ситуациях Могу У вас могут быть Эмоциональные вспышки Бывают И в анонсе тренинга Который у вас проходил Если я не ошибаюсь В декабре Эмоциональный интеллект Начинает и выигрывает Вы обозначаете то Что вы научились Этими состояниями управлять Да Вот такой вопрос Так ли это на самом деле Абсолютно так И как вообще Это в принципе удалось Поскольку от рождения Есть указания Что предрасположенность Быть все-таки Таким немножечко взрывным Мой отец умер 69 лет От третьего инсульта Причиной которых Я абсолютно убежден Была его неспособность Управлять своими эмоциями Он был взрывным Это была ходячая бочка пороха Из которой торчал фитиль Обильно смоченный бензином Поднесение к нему зажигалки На расстоянии метр Могло вызвать взрыв Чудовищной силы И так далее Причем после взрыва Он накапливал новую партию пороха Очень быстро Стремительно Знаете есть люди гневливые Которые вспыхнули И потом ползают месяц Им стыдно за свою реакцию И они потом месяц Значит накапливают Накапливают Для моего отца Это было совершенно не проблемой Накопить новую порцию Он с годами стал Багрового цвета Кожа То есть его Верхний кожный покров Он настолько часто наполнялся Капилляр Настолько часто наполнялся кровью У него багровое лицо Стало с годами Это характерное лицо людей С проблемами сердечно-сходистой системы Его гневливость Я знаю гнев не только с эстетической стороны Но и со стороны анатомической Физиологической Гнев Поскольку занимаюсь темой Эмоционального интеллекта Его гневливость убила В конечном итоге Но до того Как она убила отца Она убила Дружбу с несколькими людьми Любовь с несколькими людьми Она убила Она убила отношения Вспышка гнева Наговорил чего-то лишнего И восстановить отношения Уже нельзя В прежнем статусе Уже нельзя Мы можем извиниться Мы можем обратно подружиться Но я-то буду Это знаете как бубка Под которым лопнул шест Он всегда ждет Что-то подломится Это отношения с гневливым человеком Ты всегда боишься Что ты сейчас скажешь И он опять шарапнет И опять будет больно И ты не можешь до конца Быть открытым До конца быть откровенным с ним Ты все время живешь на цыпочках И я это очень хорошо усвоил Когда стал заниматься темой Эмоциональный интеллект Я перевел в сознание В осознанное Если раньше это было неосознанное ощущение То потом он стал осознанным Я понял как этот механизм работает Я понял что я унаследовал Не только папин темперамент Но и папины привычки Паттерны поведенческие В детстве усвоил как норму Хотя был не согласен С тем как он себя вел И понял что Мои вспышки эмоциональные Могут разрушать и меня И отношения с людьми Вокруг меня Это очень ценно У меня есть дети Которые очень чувствительны К эмоциональным состояниям Родители Я стал этим управлять Используя те знания Которые я приобрел Сам осваивая техники Эмоционального интеллекта Это оказалось настолько просто Без медитации Без медитации Даже без медитации Гораздо более простыми методами А с медитациями Это могло бы стратегически помочь Конечно Балансировка психики И так далее В двух словах не расскажешь Это целая система Но эта система очень приятная Легко выполнимая Легко освояемая И я думаю Что если бы люди Освоили эмоциональный интеллект Техники эмоционального интеллекта Они бы Ну которые входят В эту парадигму В эту концепцию У нас бы продолжение жизни Увеличилась бы Без изменения Даже Очень многие вещи Они спровоцированы И желудочно-кишечный тракт И сердечно-сосудистые Заболевания В первую очередь Сердечно-сосудистые Это заболевания печени Почек Практически Даже травматизм Даже травмы Говорят Специалисты Аутоагрессия Аутоагрессия Которая выливается В то, что человек Теряет внимательность И при переходе дороги Или там Работая на стремянке Он подскальзывается Палет Себе что-нибудь Ломает Даже Травмы Довольно часто Бывают психологически Детерминированы Поэтому Управлять Своими эмоциональными Состояниями Это одна из главных задач Образованного человека Сегодня Я детей обучаю Уже сегодня Проявлять эмоции Понимать эмоции Воздействовать на эмоции В первую очередь Договариваться Друг с другом Создавать эмоциональный климат И так далее Пока поменьше Но Маша Гриша в 16 лет Он магистр Эмоционального интеллекта Он уже научился Таким вещам Которые В его возрасте Дети даже не слышали о них А он уже умеет Он может снимать Волнение Напряжение Перед выступлением Он может устанавливать Продуктивный контакт Он может управлять Эмоциональным состоянием Мы Это обсуждали И он очень активно Прогрессирует Маша Она очень добильная У нее такой маятник У нее такой метроном Эмоциональных состояний Она может рыдать Хохотать через 5 минут И через одну минуту Рыдать обратно Удивительная совершенно Ее качает Из стороны в сторону Но тем не менее Мы тоже делаем Первые шаги Она обучается И она обучается С интересом Примечательно Я всех детей Я всех детей обучу тому Чего не умел Сам В первой половине жизни Конечно Ведь человек Который умеет Управлять эмоциональными состояниями Его эффективность Счастливость Успешность И коммуникативность Не разрастают Мы все в этом мире Получаем от других людей От себя мы получаем Только здоровье Кстати Все остальное От других людей Деньги Успех Признание Славу Удовольствие Секс Любовь Дружбу Зарплату Получаем от других людей Поэтому умение Создавать эмоциональное поле Определяет И успешность И счастье человека И внутренний мир Он может раскрыть И наслаждаться им Опять же К удовольствию вернулись Да Я делаю шаги У меня бывают Там моменты Но я понимаю Что эмоциональная бомба Накапливается Нужно снять То есть Я уже стал Предвосхищать развитие Некоторых состояний И моя жизнь стала Стала счастливее Я думаю Что и людям со мной Стало лучше И легче И комфортнее Надеюсь вам было комфортно Со мной Последний час Вашей жизни Последний час Вашей жизни Последний час Ну последний на эту минуту Последний час жизни Спасибо большое Тоже боитесь Слово последний Спасибо большое Я вам желаю успехов Большое Спасибо вам Было интересно поговорить Действительно Вот еще раз Верите ли вы в нечто Вот это же Относится к Категории нечто Оказалось так Что я не зная О том Что написано В вашем блокноте Я с леврассказом Упреждал Это лишнее указание На то Что все-таки Имеет смысл Заинтересоваться Теими методами Методиками Которые описали Наши предки В которых они Описывали наш мир И закономерности И его существование Это работало Категории нечто